всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня в этом видео я хочу показать вам как связать вот такой вот красивый рельефный узора на мой взгляд он очень хорошо подойдет для вязания шапочек можно шапочку с отворотом связать или просто вообще таким узором такую длинную и сверху закрыть макушку мне кажется получится очень и очень хорошо узор вяжется в принципе достаточно просто если понять как его вязать раппорт узора составляет 4 петельки и 4 рядочка в высоту для вязания поворотными рядами нам нужно набрать количество петель кратное 4 плюс 3 петельки для симметрии плюс 2 кромочные первый ряд у нас начинается как бы вязаться с изнаночной стороны вот так изнанка выглядит на мой взгляд не как с изнаночной или вот это как бы идет лицевая а рисунок получается что как бы на изнаночной стороне и так давайте приступим к вязанию первый ряд узора вяжется следующим образом первую кромочную петельку мы снимаем дальше у нас идет 3 петельки лицевые 1 2 3 дальше нам нужно вот эту петельку снять вместе с накидом я смотрите как это делаю вот эту ниточку рабочую завожу на спицу и снимаю вот эту петлю получается что вместе с накидом сняла все это рапорт 1 ряда давайте повторим 3 лицевые 1 2 3 ниточку перевожу на спицу и снимаю петельку с ниточкой получается какой петля с накидом повторяем 3 изнаночные нитку на рабочую спицу и снимаем с накидом и так вяжем до конца ряда последние три петельки для симметрии мы провяжем их лицевыми вот 3 лицевых мы на этом закончили и кромочную последнюю петельку мы провяжем изнаночной переворачиваем вязание 1 кромочная мы снимаем и сейчас сначала мы провяжем 3 петельки для симметрии 3 изнаночные и теперь начинаем вязать раппорт 2 ряда смотрите вот у нас идет сейчас петля с накидом нам нужно ее снять с еще одним накидом то есть рабочую нить опять на спицу и снимаем вот эту вот петлю вместе с накидом и с еще одним накидом у нас получается петля и 2 накида вот это вот и 3 изнаночные вот это вот раппорт у нас 2 ряда опять повторяем петлю на спицу на левую и снимаем петлю с двумя накидом у меня получается опять 3 изнаночные опять ниточку набрасываем на спицу снимаем петельку с двумя накидами и еще с одним накидом 3 изнаночные и повторяем так и до конца ряда последнюю кромочную петельку мы провяжем изнаночной все второй ряд закончили переворачиваем у нас сейчас идет третий ряд первую кромочную мы петельку снимаем дальше мы вяжем следующим образом 3 лицевые петельки дальше у нас идет петля с двумя накидами нам из нее нужно вывязать 3 изнаночных смотрите каким образом мы это сделаем вяжем изнаночной но со спиц их не скидываем делаем накид и еще один раз провязываем изнаночной все вот у нас получилось 3 петельки повторяем 3 лицевые петлю с двумя накидами провязываем изнаночной со спицы их не сбрасываем делаем накид и еще раз изнаночной 3 петли у нас получилось дальше 3 лицевые опять изнаночная накид изнаночная 3 лицевые петельки опять из петли с двумя накидами вывязываем 3 изнаночные 3 изнаночные вырезала и 3 лицевые это какой петли после симметрии о петельки после узора для симметрии кромочная петля изнанкой переворачиваем сейчас вяжем четвертый ряд он у нас заключительный у нас здесь в начале ряда идут три петельки для симметрии мы их разделим 1 петелька останется для симметрии начале ряда и 2 в конце вяжем смотрите первую кромочную снимаем одну петельку для симметрии провязываем изнаночной и теперь начинаем раппорт узора 1 изнаночная дальше вот это вот изнаночную и вот эту лицевую их нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо вот и вот просто за передние стенки 2 вместе провязываем лицевой у нас получается вот такая петля с наклоном вправо дальше 1 лицевая и дальше вот эту лицевую и вот эту изнаночную нам нужно провязать на вместе лицевой с наклоном влево для этого вот эту петельку разворачиваем чтобы стенка смотрелась сзади назад и провязываем их вместе две петли лицевой у нас кого вот получается наклон влево повторяем раппорт 1 изнаночная дальше 2 петельки провязываем вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая и вот эти две петельки провязываем также вместе лицевой с наклоном влево меняем петельку переворачиваем и провязываем ее вместе за заднюю стенку вот так вот у нас получается все повторяем изнаночная 2 петельки вместе с наклоном вправо лицевая 2 петельки вместе с наклоном влево повторяем 1 изнаночная 2 петельки вместе с наклоном вправо 1 лицевая развернули петельку провязали 2 петельки вместе лицевой с наклоном влево 1 изнаночная 2 вместе с наклоном вправо говорю 1 до 1 лицевая и 2 петельки вместе с наклоном влево вот у нас осталось 2 петли как раз на которые для симметрии идут их провязываем 2 изнаночные и последнюю петельку также изнанкой все вот и весь узор это весь раппорт его вот так вот он очень очень красиво получается если есть какие-то вопросы можете задать их в комментариях постараюсь на все ответить если видео вам понравилось не забывайте ставить лайк подписываться на канал и нажать на колокольчик чтобы не пропустить ни одной моей публикации всем пока